Именно из этого кабинета ежедневно выпускаются прогнозы погоды. В режиме онлайн на мониторы инженером-синоптиком поступают данные со всех метеостанций, расположенных в разных районах Сочи. Графики и специальные погодные карты, содержащие упрощенное изображение текущей или прогнозируемой погоды, а также области давления, облачности, температуры. Все эти данные помогают найти границы атмосферных фронтов и составить максимально точный прогноз. Кстати, в ближайшие дни в Сочи погода будет неустойчивая. Выход южных циклонов в это время характерен, поэтому убирать в шкафы теплую одежду и зонты пока рановато. Впрочем, о возможных ливнях или сходов лавин в горах сочинцы всегда узнают заранее. Данные поступают с обширной гидрометеорологической сети. Она состоит из различных метеостанций, локаторов, радаров и 11 гидрологических постов и автоматических комплексов, установленных на реках. Все это позволяет оперативно давать штормовые предупреждения об опасных погодных явлениях. Территория наша уникальна, потому что очень частая повторяемость таких довольно активных погодных процессов. Летом у нас часто случаются сильные ливни, опасные паводки на реках, зимой у нас продолжительные дожди, часто бывают сильные штормы на море. И поэтому вся ответственность за своевременное предупреждение оперативных служб города, властей города о том, что у нас есть какие-то угрозы, возложены на специалистов нашего центра. И, как показывает практика, благодаря оперативным сводкам город уже не раз переживал сложные погодные условия с минимальными потерями. Ну а помимо прогнозов погоды на станции ведется и мониторинг загрязнения окружающей среды. В комплексных лабораториях проводятся анализы состояния моря, рек и атмосферы. Полученные с постов пробы проверяют на наличие диоксида азота, серы и пыли. Слаборозовое окрашивание, которое соответствует ниже нормы предельно допустимой концентрации. У нас всегда атмосфера чистая, у нас нет технических промышленных выбросов. У нас все зависит только от автомобиля. Кстати, на погоду влияет не только экология, но и изменение климата. Уже сейчас температура Земли на 1 градус выше, чем столетия назад. Рост температуры связан с выбросом в атмосферу парниковых газов. Поэтому сейчас ученые голосуют за использование чистых источников энергии и управление природными экосистемами.